Здравствуйте, меня зовут Ая, и сегодня я расскажу вам 15 минут о химеризме. Ну, сейчас мы тут говорили об ассоциациях, тогда уже в продолжение этой темы. Какие ассоциации у вас возникают со словом химера? Ну, что это? Кто-то скажет? Чудища. Да, правильно. Для того, чтобы это понятие появилось в Древней Греции, и это было существо, монстр, так скажем, порождение ехидны и тифона, и у него было тело козла, голова льва и хвост змеи. То есть оно было такое многосоставное существо, и поэтому в биологии уже в современном мире химерами называют существа, которые состоят из клеток разных геномов. То есть там может быть два и больше разных геномов. Этот термин в 1907 году ввел Винклер для позначения растения, которое у него получилось, когда он привил томат на послен. Сейчас они очень распространены, они бывают секториальные, переклинальные, мозаичные. Они очень красивые, яркие, и их часто разводят просто для красоты. Ну, это, согласитесь, красиво и ярко. Здесь есть вот одни из моих любимых химер, которые можно выращивать дома. В частности, помидофиль. Да, причем название есть на английском. Это tentative, на русском помидофиль, а на украинском помопля. Я думаю, на других языках тоже есть какие-то интересные названия. То есть если вам скучно и не хочется выращивать, скажем так, фиалки, которые тоже могут быть химерными, вот, и удивить своих знакомых и друзей чем-нибудь необычным, вы можете вырастить вот дома такое вот растение. С него вы получите килограмма три томатов черри, ну и потом уже получите именно сам картофель. Еще одна химера – это бицария. Вот, это одна из старых химер, она еще с 1640 года, вот, известно. Это переклинальная химера флорентийского цитрона и горького апельсина. Вроде как она получилась случайно. Тут ткани лежат слоями, то есть, видите, она как бы собрана так, вроде как, кусочками. И листья тоже такие же, и сами плоды такие же. Она была одно время утеряна, вот, потом найдена вновь. И сейчас цитрусоводы со всего мира считают, как бы, за счастье получить ее в свою коллекцию. Вот, химеризм бывает не только у растений, он бывает еще и у животных. У животных химерами являются существа, у которых в геноме есть клетки, как бы, из двух разных зигот. То есть, два и больше, может быть, от двух, скажем так. Вот, это называется тетрагометический химеризм, который является самым, ну, довольно-таки редким. Зафиксировано около 40 случаев у людей данного вида химеризма. Одним из самых известных – это Лидия Ферчайлд. По истории ее жизни, скажем так, сняли фильм «Мой близнец во мне». Началась история с того, что она разводилась со своим мужем. У нее было двое детей, она была беременна третьим, и она решила подать штату прошение о назначении социальной помощи. Соответственно, ей было назначено, надо было пройти тест на отцовство. И так странно получилось, что ее муж, с которым она разводилась, был отцом ее детей двоих, а она матерью не была. Штат уже хотел подавать иск о мошенничестве, ну, как бы, мало ли. Но когда она родила третьего ребенка, прямо в родильной палате, прямо там брали анализ, и все равно это оказался не ее ребенок. Но у нее был очень умный адвокат, который читал научные журналы, и он видел в этом журнале статью о человеческом химеризме. Вот, и, соответственно, они взяли анализы ДНК из разных тканей. И вот и оказалось, что у нее была сестра-близнец, которую она поглотила на очень-очень ранней стадии развития, которая в итоге и являлась матерью ее рожденных детей, ну, уже четырех, как бы, так получилось, что они с мужем не развелись, эта история пошла им на пользу, и вот у них уже четыре ребенка. Я искала химер среди каких-то знаменитых личностей, и самой знаменитой певицы, это Тайлер Мюль, которая тоже оказалась химерой. Ей говорили, вот если вот видите, здесь вот родим, ну, как бы, ей говорили, что это родимое пятно. Вот, и она его все время как-то ретушировала с помощью фотошопа, еще чего-то, но после истории, вот, с Лидией Феррчайлд, она решила этого не делать, ну, как бы, приняла себя такой, какая она есть, сдала анализ, и оказалось, что она такие химера. Вот. В связи с этим возникает вопрос, можно ли доверять анализу ДНК как, как бы, истине в последней инстанции, поскольку, вот, в данном случае ДНК-тест, в принципе, показал правильную информацию, но выносить какие-то решения, основываясь только на нем, нельзя. Точно так же и в уголовном судопроизводстве считается, что, возможно, как бы, не было сделано никаких анализов, уже это постфактум, то есть, что у Чикатило тоже мог быть химерой, поскольку у него не совпадала анализ, это, как бы, по группе крови и по группе сперм. Вот, поэтому, может быть, как-то в будущем этот вопрос тоже будут решать. Итак, кто не является химерами? То есть, не надо, если вы вышли на улицу, увидеть людей, которые, там, у кого гетерохромия глаз или еще что-нибудь, или какая-то прядь волос, что он тоже является химерой. Нет, есть такие люди или животные, неважно, как мозаики. То есть, они развиваются из одной зиготы, и на какой-то очень ранней стадии развития там может происходить какая-то мутация. И, соответственно, все остальные клетки уже будут нести эту мутацию. Это может выражаться точно так же в пигментации кожи, в странном шахматном рисунке, допустим, или еще в чем-нибудь. Но эти люди не являются химерами, или животные, они тоже не являются химерами, поскольку они происходят из одной зиготы, это одна ДНК. Дальше, гибриды. Тут вы видите менеолу и видите лигра. У этих существ половина ДНК, то есть, они, опять-таки, один геном, половина хромосом от одного родителя, в частности, там, мать-тигр и отец-лев, то есть, половина хромосом. И точно так же менеола, она полностью, она одна по своей структуре. То есть, там нету такой переклинальности, как вы видели у бицарии, где ткани лежали слоями друг на друге. И сейчас самое интересное будет, это генендроморфы. Что же это такое? Это существа, половина которых мужская, половина женская. Опять-таки, это вид мозаиков, у которых неправильно просто разнеслись хромосомы. То есть, в идеале, в мужском организме, там, x, y. Перед делением эти хромосомы удваиваются, x, x, y, y. И в обычных вариантах они, как бы, так и делятся, x, y, x, y. Но могут делиться, допустим, x и x, y, y. И, соответственно, все остальные клетки будут точно нести точно такой же набор. И вот, получается, это у ракообразных, у насекомых, у некоторых пауков и даже у птиц. Ну, они несут разную окраску, то есть, их очень легко определить внешне, визуально, потому что самцы и самки, они по-разному окрашены, и поэтому, как бы, это ярко видно. У млекопитающих вряд ли возможен такой прямо яркий эффект, поскольку у нас, во-первых, организм развивается еще и под воздействием половых гормонов. То есть, как бы, у нас не будет такой яркой линии развлечения. И мы переходим ко второму виду химеризма. Это микрохимеризм. То есть, если тот был зафиксирован приблизительно 40 человек во всем мире, то этот намного более распространенный. Микрохимеризм есть фитальный, допустим, материнский, когда мать с плодом обмениваются клетками, когда плод еще находится в утробе. Были сделаны исследования, когда брали женщин, у которых когда-либо рожались мальчики, и пытались найти мужскую ДНК. Но это намного проще найти клетки с мужским кариотипом в женщине, чем женские. И, соответственно, у 2-3 из этих женщин, которые были исследованы, были найдены клетки с мужским кариотипом везде, причем даже они были найдены в мозге. То есть, мозгу нашей матери не только фигурально, но и, в принципе, на самом деле можем существовать довольно долгий промежуток времени, потому что женщины, которые исследовались от 32 до 101 года, и у 94-летней женщины были найдены мужские клетки. То есть, это довольно-таки длительный процесс может быть. Дальше. Мы с вами можем быть не только жить у нашей матери, но и у наших младших братьев или сестер. Ну или как бы они могут жить в нас. Потому что через материнский организм клетки могут мигрировать во второго ребенка. То есть, если у вас есть, вы можете знать, что такое возможно. Трансплантационный химеризм – это то, чему люди подвержены довольно-таки часто. То есть, если человеку переливают кровь во время операции, пересаживают какой-либо орган, на какое-то время он становится химерой. Возможно, даже навсегда. То есть, в Австралии известна девочка, которой делали пересадку печени, и у нее на всю жизнь изменилась группа крови. Если пересаживают костный мозг, тогда врачи делают все возможное, чтобы пациент стал химерой. То есть, как бы, собственный костный мозг убивается, пересаживаются кровотворные клетки другого организма, и если операция прошла успешно, этот человек на всю жизнь останется химерой. То есть, как бы, у него на всю жизнь будут вырабатываться уже клетки с другим геномом. Вот. Лабораторные химеры. Ну, вот эти ученые-чудаки, которые постоянно что-то придумывают, они ставят эксперименты, и в 1984 году была создана химера козы и овцы. Это причем, что у них разное количество хромосом. У одной 50, у 60, у другой 54. И существо было тоже мозаичное. То есть, часть шерсти была гладкая, как у кузленка, часть была такая волнистая. Вот. Ну и, соответственно, мыши, которые постоянно на них какие-то исследования проводят. Вот. В частности, вот если мы вернемся назад, тут показана картинка, когда пересаживали костный мозг мыши. Выращивали костный мозг, выращивали поджелудочную, которые как бы вводили клетки мыши в крысу, в ней выращивали поджелудочную железу, именно мышиную. Потом изымали и уже трансплантировали ее мышам, у которых был диабет. И, в принципе, она хорошо работала, ну, как бы, по исследованиям на мышах и крысах. Самый конфронтационный вопрос – это химера человека и животного. Насколько это возможно, насколько это нужно, как бы, и зачем вообще ученые это делают. В январе 2017 года ученые из университета Солка создали химеру человека и свиньи. Из более чем 2000 эмбрионов прижилось около 200. Вот, как бы, и на 28-й день их изъяли из организма свиньи и уже впоследствии изучали. То есть им не дали дальше развиваться. До этого был наложен запрет, как бы, на вообще какие-либо создания химер человека и животного. Но вот ученые смотрят на это с оптимизмом, так скажем, поскольку это дает возможности для новых открытий. В данном случае это был всего лишь микрохимеризм, поскольку соотношение было один где-то к 100 тысячам клеток. Одна клетка человека на 100 тысяч клеток свиньи. Но в будущем, если этот процент на показание увеличить, можно будет, допустим, выращивать человеческие органы внутри животных. Ну, в частности, в данном случае это свинья. Дальше можно проводить абсолютно разные исследования. Допустим, это если на тех же мышах создавать химеры, которые бы были с иммунными клетками человека и изучать воздействие нервными клетками человека. То есть это поможет быстрее проводить исследования некоторых видов лекарств или развитие каких-то болезней, тех же аутоиммунных заболеваний и так далее. Вот. Ну и как бы хотелось бы сказать, что наука помогает нам заглянуть в самих себя, она помогает нам разобраться, кто мы есть. Вот. И из моей лекции вы поняли, что химеры — это не настолько страшно, как могло показаться в самом начале. То есть это не израгающее пламя чудовище. Им вполне можем быть мы с вами. Главное — наслаждаться жизнью и быть вот такой вот веселой, жизнерадостной химерой. Ну, если вы такой являетесь. Вопросы? Спасибо большое. Очень любопытная тема. Никогда не встречал этого термина. Был рад об этом услышать. Перейду к вопросу. Мне не совсем понятен механизм, как вообще это возможно. Я правильно понял, это два набора геномов, одновременно присутствующих? Вот. То есть, понятен вопрос, да? Каким образом это вообще может развиваться и жизнь вообще из-за того? Каким образом не отторгаются клетки иммунной системы, да, допустим? В большинстве случаев я имею в виду, что такие существа как бы должны не выживать. Как они вообще… Ученые предполагают, ну, как бы этот факт до конца, до конца прям не изучен, но ученые предполагают, что в связи с тем, что эти клетки, ну, если берем тетрагометический химеризм, то эти клетки сливаются на очень ранних стадиях развития, когда там эмбрионы там по 8, ну, максимум 64 клетки. То есть, и, соответственно, уже распознание свой-чужой не настолько сильно развито. И уже в процессе он развивается как единый организм. Но надо понимать, что он имеет мозаичную структуру полностью. То есть и органы могут быть мозаичные, не только там кожа, допустим, или волосы, а все имеет. То есть есть одни клетки с одним геномом и другие клетки с другим геномом. Вот. В частности, про трансплантационный химеризм обычно подбирают донора, который был бы наиболее подходящим к этому человеку, ну, и как бы к рецепиенту. Вот и все. Еще кто-то? Кто-то? Можно ли считать современные породы собак, допустим, химерами? Современные породы собак вряд ли можно считать химерами. Это скорее могут быть гибриды. То есть, как бы, так как на том рисунке, это, скорее всего, ну, как бы, это гибриды. То есть, когда скрещивают разные породы для получения какой-то одной. То есть, как бы, там есть половина хромосомного набора от одной собаки, половина хромосомного набора от другой. То есть, как бы, внешне химеризм может и не проявляться. То есть, он не обязательно имеет какие-то признаки. То есть, если бы даже из этих эмбрионов, которые на последнем слайде были, развились существа, они бы не были чем-то средним между человеком и свиньей. То есть, как бы, они были бы, скорее всего, обычной свиньей. Просто ученые, если брать очень дотошно анализ ДНК со всех частей, вот, можно было бы найти в них человеческие клетки. То, если, например, прищипать до сливки, там, аличу, это будет химеризм. А если до людини, ну, частину другой руки, если людина без руки, и ей решили пришить другую руку? Если она приживется, и все будет хорошо, тогда это, да, это тоже химеризм. Точно так же, если пересаживают, там, сердце, ну, не важно, как бы, любые органы, это все равно химеризм. Просто количество. Дякую за внимание. Если человек, например, целиком нормально осмитит, как свиня, это химеризм или гибрид? Я думаю, это уже социокультурное понятие, скорее, а не биологическое. Ну, то есть, как бы... А как это тогда отображается, вот, на репродуктивных функциях? Тобто, чи завжди, как в истории, вот, первой женщины, тобто, дитина и, взагалі, майбутнє поколение будут породжуватись только от одного генома? Да, только от одного генома. Ну, как бы, нек... Есть такое понятие, как расхимеривание. Ну, это больше в ботанике, но зависит от того, то есть, как бы, у Лидии Ферчайлд, у нее просто, ее сестра-близнец, вот эти клетки, которые были, они больше были в репродуктивной системе. Вот, соответственно, и все дети были, как бы, от ее нерожденной сестры-близнеца. Вот, есть такое понятие еще, как микро... ну, как химеризм близнецов. У животных оно известно, это у большого рогатового скота, в частности, уже давным-давно, это называется фримартинизм. Это когда близнецы в утробе обмениваются клетками. И если это разнополые близнецы, то помимо просто обмена клетками, еще происходит обмен гормонами. И тогда самки, которые рождаются, у них развиваются и яичники, и семенники. И они становятся, ну, как бы, стерильными. Хотя у мармазеток такого не наблюдается, ну, как бы, но вот у большого рогатого скота есть. И вообще, в принципе, у близнецов человек, ну, неважно, как бы, кого тоже могут быть такие именно связи через еще внутриутробные при обмене клетками. Ну, кроме однояйцевых близнецов, скажем так, у них, как бы, может, он и происходит, он, в принципе, происходит, но его нельзя определить, потому что геномы у них одинаковые. Они изначально поделились, ну, как бы, поэтому это нельзя отследить. Да. Спасибо.